здравствуйте друзья мы продолжаем серию наших видео которые называются что дальше и в этих видео мы говорим с теми людьми с которыми действительно стоит поговорить сегодня у нас гостях дмитрий фурманов начнем с этой истории у нас есть тапок копия того самого тапка который ты когда-то подарил сергею тихановского верно по очень похож и история тапка да тоже отдельная история можно долго не рассказывать вкратце я знаю что оригинал тапка присуществовал на свободе меньше чем находился в тюрьме по сути он был на свободе буквально месяц и потом катался по тюрьму вместе покажется саранович да вот в его дело добавили то так что когда его забирали он находился у него в руках прям вещдок такой серьезный именно ты смотри дим вот этот тапок ну не этот вот тот оригинал это был такой символ вот прихлопнем таракана ты напомни пожалуйста как какого числа ты вышел на свободу 21 октября текущего года 21 октября давайте вот чего начнем ты выходишь на свободу 21 октября с какой информацией ты вышел как ты себе представлял все происходящее в стране то есть вот ты выходишь и твои впечатления первые чего ты ждал что ты если ты вышел спокойненько так может быть уже все закончилось как как это было но я считал что для меня да скорее всего должно закончиться то есть я вернусь домой буду заниматься своими делами и на этом в принципе моя история еще я считал закончится но как показывает жизнь это было только конец старой жизни можно так сказать и наступила новая когда мне сказали что нужно срочно покинуть страну потому что потом этой возможности может и не быть и я успел дать интервью и решил что это я уже сделал то что за что меня уже можно в принципе спросить и плюс меня еще висели административные сроки за ту встречу когда я подарил сергею тапок и за неповиновение когда меня похищали сумме 17 суток и оставил расписку перед тем как выйти на свободу что я обезуточный трех дней прибыть с местной ровод и города гродно и у меня в принципе не было выхода как при покинул страну конечно не стоит забывать что и девушка мы за границей находится конечно же не хотелось как можно быстрее с ней встретиться значит возвращаясь к вопросу да я уже немножко токс не все в порядке мы сегодня можем вот от ли сценария нет как говорится так и говорится вопрос был связан что я испытал и чем планировал заниматься у меня много было писем не отвечено которым не отдали по выходу на свободу и первая задача моей голове было связано с тем чтобы ответить на эти письма всем людям которые мне писали в общей сумме мне пришло около 1000 писем и порядка 800 я успел ответить и вот оставалось небольшое небольшое количество скажем так пока находился в шизо естественно письма не передавали и они скопились и хотелось да вот на эти письма ответить ну и вторая задача конечно же не значена цель была связана с подключением в эту компанию людей которые хотят помогать всем тем людям кто сейчас заходит находится за решеткой и изначально я в принципе занимался этой деятельностью то есть еще до событий когда меня похитили когда вот ребят начали сажать за те дни когда мы собирались в гродно общались сергеем когда вел стримы тогда значит 6 кажется гродница посадили на сутки за ту встречу и я уже начал собирать помощь для вот этих ребят и она потом была оказана да и мы планировали в дальнейшем продолжать то есть уже не только по гродницам помогать по всей беларуси потому что начались задержание за любые там какие-то проявления активности но случилось так что я не успел оказать эту помощь и меня само закрыли и то помощь в итоге которую я планировал оказывается оказывалась мне это тоже интересное такое стечение обстоятельств то есть если стремишься кому-то помогать в итоге тебе люди сами будут помогать это это здорово дмитрий вопрос вот есть говоришь о том что прислали около тысячи писем мы часто говорили о том что призывали зрителей вот youtube канала страна для жизни очень многие блогеры говорят о том что пишите письма политзаключенным пишите письма это очень помогает и морально поддерживает вот ты как человек который полтора года провел за решеткой с этим количеством писем наверное было бы правильно услышать от тебя насколько эта поддержка в письмах важно но здесь даже обсуждать не стоит без этой поддержки человек вообще может в этих местах не как бы это не звучало жестко не дожить до освобождения потому что условия создаются абсолютно какой-то степени человеческие ты можешь испытать всевозможные эмоции начинают ощущение безысходности от одиночества да вот того что у тебя иногда просто заканчивается самые средства и находишься в шизо как у меня это было и без этой поддержки конечно это сложно но и опять же возвращаясь к вопросу кому писать до полизаключенным почему-то повестка именно стоит именно в таком ключе пишите полизаключенным но я хочу сказать что нужно не только полизаключенным писать потому что у нас многие еще не признаны полизаключенными и мы сейчас я слышал пытаемся добиться того чтобы людей добавили в эти списки которые действительно сидят по политическим делам это тоже большой кусок работы я думаю справимся с этим и пишите письма не только до полизаключенным но ищите всю информацию как какая есть в свободном доступе в интернете через знакомых через друзей и родственников пишите всем до помогайте и в том числе передатчиками этим людям это тоже немаловажно чтобы человек ощущал не только моральную и физическую скажем так поддержку то есть еще раз повторюсь пишите здесь даже нечего обсуждать это важно да дмитрий давай начнем с самого начала вот этого вот момента когда ты несколько раз сам сказал о том что тебя похитили ты меня исправь где-то если я буду ошибаться но насколько я помню тебя прям на стуле на котором ты сидел и собирал подписи при вместе с этим стулом унесли в неизвестном направлении вот давай так вот тот день тебя на этом стуле и уносят и что было дальше что тебе говорили куда тебя повезли что тебе предъявляли но начнем с того что я не счет от 100 потому что конечно когда человек похищают как случае это выброс адреналина естественно я не чувствую что происходит вокруг максим что это ощущение растерянности непонимание что происходит то есть меня похищали люди неизвестные мне гражданской одежды медицинских масках и насколько я понял они могли меня в тот день вывести куда угодно и здесь все что захотят и на этом история могу могла забыть закончена что в принципе я испытал в первые секунды то что когда меня понесли за руки за ноги сразу же ударили в лицо я потерял сознание на короткий промежуток времени когда уже очнулся в автобусе вниз лицом в пол я подумал что все сейчас меня завезут в лес и все на этом конец но мне повезло видимо как можно сказать как бы это странно звучало на так потому что и они не опять же не знал на тот момент что и других ребят захватили там уже были до сотрудники форме яду вообще меня одного тыс украли вот таким образом и это очень сложно вспоминать эти все моменты опять же повторюсь хорошо что так они по-другому и это какой-то степени закаляет да можно так сказать твои вот эмоции то есть ты испытываешь те моменты в жизни которые никогда бы не испытал и они в дальнейшем тебе помогают более сложных ситуациях да то есть если ты находишься в зоне комфорта это не то что нужно человеку на протяжении всей жизни нужны именно вот такие стрессы опять же как бы это стране изучал но такова жизнь ты в любом случае тем более в нашей ситуации ты всегда будешь если непостоянном страхе то такие моменты в жизни могут случиться с тобой если уже подкован скажем так то готов ко всему и будешь чувствовать больше иметь больше спокойствие да в этом в эти моменты и оценив ситуацию что происходит да я же опять отвлекся нет все в порядке от вопроса и даже забыл дмитрий когда когда задержали вот это вот весь момент задержания когда ты понимаешь вот тебя доставили там куда тебе кстати доставили это местное рвд по ленинскому району кажется на улице добко города города да но тоже не понимаю что это здание рвд меня завели туда надев капюшон на голову затянув туда и завели в кабинет где сидел человек форме милицейской я требовал чтобы он представился только там спустя какое-то время наказать показал удостоверение я наконец понял что скорее всего это сотрудник милиции и видимо это рвд местные ну все это делается абсолютно как сказать не не желая до чтобы я понимал этого и дальние ну дальше были до определенные события то есть это первое скажем так для меня был инстанция рвд но было ивс сизо и так далее опять же не знал что это за здание то что никогда не интересовался в принципе этой темой куда-то человек отправляют при задержании и то есть фактически я в тот день находился первый раз в принципе в милиции никогда не имею проблем с законом максимум что я имел там жизнь взыскание это за неплачный проезд без талончика и все на этом все что я нарушал жизни и оказавшись в милиции ну это открытие до для человека и дальнейшие все эти события постоянно изучаешь что всю ситуацию и но опять же это опыт это какой бы он не был плох плох и сложен это какой-то степени хорошо потому что в дальнейшем же чувствуешь себя готовым подкованным данной такой какой-то степени и ну не сказать бы чтобы я пожелал всем оказаться в моей ситуации потому что понятно что есть вот сейчас я читаю новости тому или иному человеку дали там десятки лет лишения свободы и постоянно своим сроком это вообще ру то есть даже не указал в голове у меня как придется человеку сидеть столько лет но если посмотреть с другой стороны и подумать что а за что я просидел эти полтора года да то есть и фактически исполнял свои обязанности возложены на меня центральной избирательной комиссии не более того то есть я не не проходил мимо как были случаи случайных жертв да вот именно исполнял исполнял да выполнял свои законы обязательства это вдвойне странно то есть когда тебе сказали что ты должен это делать ты это все делаешь в рамках закона и пытаешься все чтобы не было никаких претензий к этому и тебя закрывают за это до сих пор у меня не укладывается голове и это сложно да да дмитрий я думаю что еще очень много историй тебе предстоит услышать прочитать потому что я так полагаю что за все это время за эти полтора года очень мало информации доходило к тебе а как вот слушай действительно как ты получал информацию что это были это были письма может быть какие-то там не знаю адвокат когда заходил там в первое время может быть он что-то рассказывал как как ты узнавал что происходит на свободе хотя это тоже очень условное понятие в беларуси сейчас да ну конечно же письма помогают этом опять же это важно когда человеку пишут и рассказывать о том что но подробности не было если были в письмах какие-то подробности естественно не доходили то есть сам я понимаю что происходит на свободе и что люди продолжают сражаться за то чтобы страна наша стала свободной и наши граждане в нашей стране и это да одна из источников информации второе возможный источник это газеты которые можно выписывать арестованным да да вот как как раз забыл об этом упомянуть в предыдущем вопросе что выписываете газеты журналы если сейчас кстати мало что доходит и многих журналистов изданий позакрывали то есть какие-то еще кажется небольшие издания где все-таки проходит какая-то информация как мне кажется опять же может и ошибаюсь но вы подписываете газеты да это важно и тресный источник информации да это формат который приносит адвокат он рассказывает о том что происходит на свободе последние новости и тут уже можно больше подробности узнать той или иной события и то есть в целом я понимал что происходит и когда вышел на свободу я естественно ощущал что я нахожусь на условной свободе то есть хоть и нахожусь на свободе я понимаю что в любой момент меня могут схватить опять закрыть я буду опять в тюрьме и но прочитав последние новости я был шокирован особенно истории связанные с посадкой 200 с лишним человек за комментарии за то событие когда убили человека когда вырывались к нему сотрудники опять же это непонятно сотрудники ли это были тоже много вопросов и это шок очередной для меня то есть я вот сейчас узнаю подробности и разных новостей и убеждаюсь в том что люди сейчас продолжают находиться в страхе в беларуси и если они будут что-то делать скорее всего их посадят за это ну точнее за элементарные лайк там в интернете сейчас мы попасть тюрьму это ужасно сознавать за мысли дмитрий за мысли есть новости я думаю что ты еще с этим столкнешься когда просто какой-нибудь свидетель и форме в балаклаве говорит о том что стоял и смотрел устремленно за взгляд вот в таком смысле даже у нас именно такие в деле произошло когда свидетеля омонов со спросили почему он задерживает сергея тихановского и других ребят которые уходили от места событий когда упал милиционер на тротуарную плитку он так и сказал потому что люди двигались интенсивно и активно смотрели поэтому мы решили их задержать конечно странно звучит ну как я судья переспросила тогда что ну при то есть привела пример а что вы будете делать если вы будете идти по улице милиционер и на встречу вам будут идти люди и они вдруг изменят траекторию движения и пойдут ну например влево или вправо вот так и сказал что мы будем их задерживать это было не про нас голове дмитрий вот ну-ка давай-ка еще раз судья во время процесса задает такой вопрос омоновцам да вот на твой взгляд это подожди тут в тот момент когда происходил этот суд то есть получается как тебе кажется этот вопрос он был ну с какой целью пристыдить людей омоновцев вот этих вот как-то их может быть не знаю подойдет ли это слово подколоть сказать вы что творите то есть по сути судья пыталась или пытался кто у вас был в жизни для женщины женщин за судья пыталась работать как-то в рамках закона в какой-то степени можно так сказать да что все-таки что-то человеческое есть видимо когда такие вопросы задаются и естественно она хотела все действовать в рамках закона это же судья ведь потому что они обязаны это делать и вопрос дмитрий что а что что в меня ли тебе вот как-то было за что тебе как да я когда ознакомлюсь с обвинением там было указано что прикрываясь пикетом по сбору подписи и организовал незаконно массовое мероприятие на которое требовалось разрешение от местных властей и в итоге были прикрыты дороги и незаконно точнее неповиновение произошло законным требованиям сотрудников милиции вот эта организация но это я уже получу обвинение о подозрении изначально было связано с с организации насилия над сотрудникам который упал а вот это знаменитое падение 100 10 дней я находился в статусе подозреваемого опять же не понимала ну как как я мог повлиять находясь от 50 метров от событий ничего не дело при этом то есть ничего закона не делает а собирая подписи граждан за выдвижение кандидатов президенты это все но накладывать вот эти все непонимания событий того что произошло ходил дальше но для тебя вот это было первое столкновение скажем так системой якобы правосудия белорусского потому что до этого как ты говоришь только талончик вот единственное твое невероятно серьезное нарушение закона и это твое первое столкновение для тебя это был шок что это так либо ты подозревал что в беларуси есть некоторые проблемы мягко говоря вот с законом ну к тому времени уже были до задержания связаны например с опять же сергей тихановский уже находился под административным правонарушением за участие в кавычках в ну там массовые мероприятия против интеграции с россией до ему тогда вменяли хотя он тогда просто опять же освещал снимал на камеру ничего не делал противозаконного и я понимал что любой человек даже ничего не делая может оказаться за решеткой опять же я повторюсь я не то что ничего не делал и находился в стороне я занимался тем что на что на меня возложили законные обязательства и это вдвойной шок то есть не укладывая в голове как я мог оказаться там провода за решеткой и так далее при этом все вам действуя в рамках закона неудивительная история особенно за последний год вот это все дмитрий очень много информации было и приходит до сих пор о том что и в рвд и в сизо и потом в колонии в тюрьмах постоянно давят на а вот на политзаключенных на тех я когда говорю политзаключенных имею ввиду всех да то сидит за вообще активную гражданскую позицию и и любое проявление вот постоянно об этом говорят ты столкнулся с этим давлением в чем она проявлялась и где оно было максимально ощутимо там провода в первое время потом уже после вынесения приговора давление постоянно присутствовала конечно и она менялась на протяжении всего времени моего от ситки до этих местах и у меня такая сложилась ситуация что сам началом не было более-менее комфортно как ни странно это прозвучит и только концу срока это полтора месяца шизо были самые сложные для меня например в ивс окрестина я находился один в шестиместной камере где были заправлены все койки я мог спать целый день мне максимум приходилось вставать просыпаться когда приносили еду я мог накрываться одеялами с большим количеством то есть других коек брать и потом узнав о том что происходила одна кресла с другими ребятами это конечно да ужасно не понимаю опять же ситуация как такое практически в одно и то же время могу происходить и какая разница в этом времени вот когда ты находился на на кресте на 30 мая я был там но кажется 1 июня да я потом был этапирован в сизо на володарке и разница получается вот лето конец и начало лета да точнее начало уже августа диме извини а ты вот говоришь когда ты узнал что происходило на кресте на там со всеми кого задерживали ты это узнал когда вышел или находясь там откуда была информация вот какие у тебя были ощущения 8 9 10 число день выборов вот ты ты не на свободе как поступала информация что может быть происходило вот оба ужасах на кресле я узнал из газеты новый час с которым не выписывали но потом мое не пропускали ко мне это уже началось весной текущего года это было но первое до информации по этим событиям потом конечно я уже узнал вот подробностях из пи но не списка от адвоката в общих чертах из писем здесь да стоит вспомнить что письма не все доходили до меня если кто-то и можете писал подробностях то скорее всего они оказались уровне эти письма так вот возвращаясь к вопросу сложности пребывания да то есть давление очень много информации о пытках они человеческих условиях вот ты говоришь что все было вроде бы как относительно все на окрестина с тобой все было в порядке и были даже одеялой можно было взять где-то их там дополнительные с пустых коек которые с пустых нар как было дальше когда тебя вот уже этапировали там володаркой дальше но на володарке уже чуть посложнее там уже режим определенные пребывания но опять же там можно было днем притвориться что ты читаешь книгу и смотришь телевизор например если он есть камере таким образом немного полежать даже на койке на втором ярусе и здесь опять же можно отдать должное администрации они идут на эти уступки но все покрывать тем что если в одном они где-то уступают то в другом могут пресечь какие-то свободу скажем так право ну например это связано с тем что здесь границ но то есть не вне не очень хорошего качества меню и когда вот первое время находился на володарского это середина было то есть июня по конец июля первое до моего пребывания володарского потом еще раз вернулся и уже изменения были видны в меню то есть здесь уже улучшение качество пищи было улучшение тогда именно улучшению тогда очень уже много сидела политзаключенных и видимо это тоже повлияло что многие жаловались и соответственно если здесь уже пошли плюсы то уже тебе меньше позволяли лежать на тех же койках но но всем не менее это не сам самое худшее место потом была жодина потом бывали тюрьма номер один и все хуже хуже сложнее и наконец все закончилось колонии шизо в этой колонии это самое худшее для меня было место пребывания на всем протяжении то есть по сути полтора месяца последних для меня были самые самые важные чем в предыдущие почти полтора года за что ты попал в шизо они посчитали что неправильно был оформлен на опись на вещи которые мне находились сумки это считалось нарушением определенным потому что у меня был ошибка в том что я указал и те вещи которые находятся на но на мне то есть майки какие-то там это вот эта страшная ошибка за можно в штрафной изолятор 10 суток не дали за это и отправлюсь в зон и после этого не выпускали меня но я понимал что это все делается не просто так и они сам начал дали понять что они хотят меня изолировать от остальных потенциальных моих не сокамерников а соотрядников скажем тогда то что мы в этой кого не очень много политзаключенных и скорее всего общались довольно плотно на тему политики не понимали что скорее все так и будет и ты с тебе это дали понять вот как только тебя отправлено первые 10 суток в штрафную изоляцию до того как отправить здание спешились тем чтобы меня туда отправить в виде того что давали сначала бумаги подписывать это обязательство о том что я знакомлен с права внутреннего распорядка но я подхожу очень внимательно к таким бумагам и всегда подписываю по факту то есть если я пишу что ознакомлен то естественно я требовал дать мне эту эти правила ознакомиться и какой-то промежуток времени я тянул от того чтобы не отправили в шизо но как только я подписал на следующий день сразу же была форма бумага том что есть определенное нарушение и сразу же произошла комиссия то есть мне даже не дали не дали понять что в принципе вот сейчас я иду на комиссию и оттуда я отправлю шизо даже не был готов к этому я понимаю что рано или поздно это случится но это было опять же в очередной раз неожиданно как-то так постоянно получается что не оставит раз в плох и без каких-либо вещей даже которые которые ты можешь иметь шизо я отправился туда и только уже на утро потребовал чтобы мне наконец принесли там ту же зубную щетку бумагу и туалет на и остальные вещи в чем вообще до сложность шизо то что у тебя вот кроме вот этих мелких каких-то вещей которые ты можешь хранить с собой на ночь тебе не дают спальные принадлежности тебе приходится ночью спать на деревянной тенаре которая бита уголком причем если это в межотопительный период естественно холодно тебе приходится подкладывать под этот уголок что-нибудь чтобы не отморозить себе конечности и ночью приходится вставать несколько раз там три-четыре раза мне приходилось вставать чтобы делать какие-то физические упражнения там приседания отжимания так далее это чтобы не замерзнуть и да ты просто просыпаешься от холода и понимаешь что ты не уснешь дальше пока ты не согреешься таким образом и тебя не выводят на прогулки каждый день хотя когда ты находишься в сизо и либо даже в том же карцере то у тебя есть это возможность когда тебя каждый день выводит на прогулку шизо этого нету и ты круглосуточно 24 часа в сутки находишься в одной камере один это довольно сложно отдельная тема да да вот дмитрий вот еще вопрос мы когда ты говоришь про шизо чтобы понимать тем кто никогда не сталкивался к счастью и вообще как эта камера каких размеров что это два на два ну может быть в разных колониях они вот у тебя разные конкретно моем случае это была двухместная камера но наверное из-за того что мест хватало в других камерах меня содержали одного и это нара откидывается на ночь утром ты ее должен поднимать вверх это довольно сложно потому что там как мне показалось около 100 килограмм это весело и постам не приходилось просить помощи от администрации чтобы заходил сотрудник и помогал мне поднимать стонару ну размеров она была примерно два с половиной метра может на пять метров по ощущениям так ну не сказать что маленькая да на двоих может быть и не совсем комфортно одного было достаточно для того чтобы ходить из угла в угол или детские физические упражнения полтора месяца ты провел в шизо вот последние полтора месяца сначала тебе отправили туда потому что ты неправильно переписал вещи в сумке записав то что было на тебе а почему потом не выпустили что что в этот раз да потом они не заморачивались до причины просто описали что у меня например состояние санитарное состояние в камере не требовал не соответствует требованиям хотя я прошу прощения дмитрий вот санитарное состояние ты в камере два с половиной на пять метров у тебя нары которые откидываются на ночь чтобы поспать какое санитарное состояние тебе надо было мыть стены там нужно быть по да как они требуют хотя опять же было интересно услышать от начальника колонии когда она очередной комиссия спросил о том что ну как я могу знать эти требования если я не знакомился с правами содержания в шизо то есть если я подписал бумаги когда знакомства с права внутреннего распорядка то там были общие права пребывания в местах лишения свободы там не было конкретных правил пребывания в шизо и он ничего не нашел лучше чем ответить так чего вообще решили что у вас должны с этим правилом ознакомиться пребываешь ты должен догадаться видимо может я должен знать с рождения эти права я не знаю как они вообще идет к его логические умозаключения и это очередной не понимая систему шок я не ну то есть странно на самом деле спустя полтора года в колонии по сути тебя вот эти последние месяцы еще что-то могло удивить до постоянно я был в удивлении определенным и возвращаясь к вопросу по поводу санитарного состояния кажется да я должен был и мыть по ну в принципе я постоянно следил за этим состоянием не сказать чтобы там было прям пыли на полу или хотя они постоянно когда была проверка проверяли прям проводили пальцами по отдаленным углам скажем так и проверяли все ли я убираю но все было чисто все в порядке я следил за состояние но один прекрасный момент они увидели паука в углу и он еще даже не успел сплести паутину хотя опять же в камере был не так святое я даже не заметил что там паук изначально сидит и я то есть у меня спросили почему ты не убираешь паутину я сказал да я даже не видел что он паук сидит потому что они заходят с фонариками и светит каждый угол я груз фонариком видно мне к сожалению извините не видно поэтому если надо еще соберу но сказали что все поздно ты уже совершил нарушение получая очередные десять суток потом на комиссии не сказали и продолжили постоянно вот эти момента другое нарушение было связано с тем что я якобы лежал на полу хотя я специально уточню что что нельзя ли прилечь на помню несколько да конечно нельзя и естественно я только сидел на полу но скамейки было сложно сидеть потому что он был рядом окно и там продувалась но было холодно достаточно я осадился уже на полу до таким образом и не посчитали что так как камера не за видео в камера не зафиксировала то что я сидел то есть там было когда это слегка это на закрытая отдалена отделяла санузел до 1 стальной камеры и просто за это защищенные конструкции я сидел они посчитали что я там лежал и не нужны в принципе некие доказательства для этого получать очередные сутки в итоге я понимаю что меня оттуда не выпустят и до конца срока и они могли придумать другие нарушения то есть как-то не старайся ты если они захотели тебя держать там то ты будешь там находиться постоянно что вы дмитрий вот а что вам вообще говорили сотрудники той же тюрьмы там колонии они же понятно что как-то свои там действия не не особо мотивировали они вот просто понимают что вас надо оставлять там в шизо и так далее сутки за сутками но что было ли это ощущение что вот вы понимаете что они издеваются над вами издеваются и делают это специально потому что очень многие кто попадал в места лишения свободы говорят о том что это просто планомерное издевательство что каждый сотрудник знает что он делает и при этом они сами понимают что нарушают закон но дело это делают это вот вы когда наблюдали за ними за теми кто вроде как должен вас там охранять непонятно от кого конечно но не сказать что они понимают прям на сто процентов что нарушает они считают что скорее всего детства в рамках закона то есть отталкиваться от инструкций и все бумаги если например поднимать и там будет видно что рапорты стали составлены правильность что есть доказательства вины со слов уже тех сотрудников которые это все рапорты писали что мои объяснения есть даже да потому что изначально я признавал вину в этих нарушениях я понимаю что если не буду признавать ну например опять же возвращаясь к вопросу да что пыли например было в камере они посчитали ну пыли не было но тем не менее я писал что я согласен с нарушением признаю вину прошу строго не наказывать и не отправлять меня в шизо в очередной раз это не помогало и видимо с этим можно провести параллель что они считают скорее всего 10 рангом закона и у них все в порядке с документами таком смысле выбирала вали вину да в нарушениях ну ну да я признаю что нарушил условия пребывания на было мысли хоть раз не признаю да я понял в конечном итоге что это ничего не поможет что я буду продолжать находиться в шизо и естественно я уже потом не писал даже никаких объяснений и практически молчал на комиссиях максимум что это мог сказать это свои учетные данные доклад так называемый в чем заключается доклад вот расскажите людям которые не понимают самое главное нужно поздороваться с гражданином начальником прям вот гражданин начальник здравствуйте граждан начальник и я такой-то по такой статье конец срока начала срок определенный профучет какой мне есть тоже я должен все это назвать как тома шеф по профучету отдельный сотрудник майор там допустим такой-то в общем это за участь нужно и если это все не озвучишь правильно то это очередное нарушение конечно же вот и я понимал да что меня не выпустят конечно же до конца срока уже просто ничего не объяснял дмитрий ну вот срок закончился закончился срок вы вышли на свободу первые ощущения впечатления вот вы выходите кого вы встречаете что увидите главное о чем какая мысль дальше дмитрий чем что делать чем заниматься когда подходил мой срок освобождения за день до этого мне ко мне подошел точнее через глазок спросили контролер спросил что у тебя же завтра заканчивается срок пребывания сказал да он спросил а хочешь ли ты сегодня выйти на свободу я естественно сказал конечно что за вопрос ну тогда ты сегодня и выйдешь ответили я западу вам отличная шутка но нет это была реальности и потом пришел майор и очередной и сказал что нужно если хочешь написать заявление о предоставлении материальной помощи виде нескольких базовых величин там от 1 до 5 то есть государство за за позаботиться об этом и предоставить все такую возможность и когда я уже понял что сегодня я выхожу на свободу я спросил такая дайте мне хотя бы позвонить с родителями или их сами позвоните чтобы они были в курсе потому что я понимал что всего если я сегодня выхожу то меня естественно вряд ли кто будет встречать и мне сказали что не волнуйся тебя родители уже встречать ждут там и будет сейчас встречать подумал ничего себе странно и как потом оказалось мои родители случайно об этом узнали что за день до официальное освобождение меня будет освобождать и все я выхожу на свободу мне выдают мои вещи опять же не все вещи выдали это тоже странно прозвучит но пока ты находишься в этих местах они могут пропадать я сделал как раз ходатайство об этом но не не в письменной форме а вот устно скажу так что с вещами которые мне так и не выдали мне они сказали как они любят говорить вы можете обжаловаться на все с наши поступки и вышестоящих организациях понял что это бесполезно в итоге когда уже находился в одном шаге на выходе я сказал но все я пошел оставайтесь здесь своими вещами и я выхожу у меня встречают родители я обнимаюсь естественно да это не забываемыми секунды ты наконец какой-то промежуток времени по ним ощущаешь себя на свободе но дальше не они дали понять что это только начало той второй жизни тебе придется сейчас выбирать что делать дальше либо оставаться в стране либо находиться на условной свободе когда-то тебя могут очень у нас похитить и мы обсудили этот момент что ничего не будет лучше чем покинуть страну но опять же повторюсь эти секунды они дорогого стоит и ты очень долго не испытывая вот этого внимания и же полтора месяца находился 1 часы да я даже не мог поговорить ни с кем практически кроме за дверью людьми вот этими контролерами и конечно жаль что я с родителями побыл очень до короткий промежуток времени мы буквально выехали с минска с витебска доехали до минска на автомобиле и там я посадил их на маршрутку отправил грудно а сам соответственно на автобус до киева и это очень мало но сейчас мы общаемся по телефону по видеосвязи это уж чем конечно если бы я находился за решеткой в очередной раз и надеюсь это продлится недолго и они смогут приехать сюда например повидаться мы сможем наконец-то еще очередной раз обняться поговорить уже в живую но ну то есть нужно чем-то жертвовать да нужно выбирать свой путь и я считаю что я поступил правильно что сейчас могу находиться со своей девушкой вместе мы можем какой-то заниматься помощью от людям которые находятся за решеткой писать письма тоже это немаловажно дмитрий вот спустя буквально там несколько недель после того как вы оказались на свободе вы столкнулись с огромным количеством информации новостей все то что было пропущено упущено вот сейчас ощущение того что перемены в беларуси возможны в ближайшее время либо возможно в целом вот оно есть конечно есть тут с этим сложно спорить но нужно оценивать чем мы жертвуем и читая новости понимаем что постоянно людей убивают и садят за решетку это конечно ужасно но здесь нужно понимать что это неизбежно что если ты хочешь получить свободу нужно жертвовать чем-то свобода не дается просто так ее нужно завоевать как ни странно и если смотреть в историю человечества как происходили вообще события революции были больше жертв принесены во имя в революции да но не сказать что у нас в принципе революция можно сказать что к скорее революция в голове всех происходит теперь есть люди которые еще до сих пор не поняли что идут эти перемены что мы достойны большего что мы хотим жить в свободной стране на своей земле на своей родине и я думаю и к этим людям в конечном счете и придет это тоже понимание только вопрос каким образом это все дойдет ну наверное пока некоторые люди имеют какие-то бытовые грубо говоря миску супа имеют и наверное это им достаточно для того чтобы чувствовать себя безопасно чем-то обеспечено да но в тюрьме можно это иметь то есть когда тебя ставят тюрьму ты что-то приобретаешь какой-то степени тот же опыт и я уже говорил да и нужно то есть чем-то жертвовать нельзя находиться в постоянном в этом страхе и нужно каждый короче выбирать свой путь и для меня важно все таки ощущать эту свободу когда могу сказать то о чем думаю и говорить правду это важно права человека это одно из треугольных камень того что человек должен иметь и без этого мне кажется невозможно существовать и жить вообще нормально это нужно к этому стремиться всем ну рано или поздно все я думаю поймут что это было все не зря и наконец мы получим эту свободу которую хотим что на ваш взгляд может помочь понять что все было не зря я вот еще дмитрий секунда вы видели кадры с воскресных маршей которые случались в августе-сентябре да мне карнавал этот безумный показывали эти все видео фото я до сих пор но только на свободе их увидела до этого конечно же не имея возможности этой и вопрос был связан что нам нужно да да вот что нужно потому что этой кадры вот вас я еще уточню когда вы эти кадры посмотрели это больше вдохновила или расстроила что вот же вот же вот же нас много и и мы сейчас находимся в той ситуации где находимся ну конечно первое было ощущение что это конечно удивительно что столько людей вышло на улице и требуют изменений и определенной степени поражает и удивительно опять же то что не не это не изменила ситуацию то есть сейчас я понимаю что чего-то не хватило какой-то доли в этом смысле и мы могли были очень близки к этой нашей поставленной цели но продолжая изучать новости я понимаю что теперь намного все хуже и те события это было очень большими потрясениями и но это неизбежно я понимаю что это неизбежно то есть если мы тогда не скажем так не дожали то теперь мы будем больше больше ценой за это платить и это конечно плохо но нужно понимать опять же что это неизбежно если тогда мы не получили то рано или поздно мы получим просто другой я джок победе до другой цены получается так вернусь вот туда буквально на три минуты назад как кажется что что нужно сделать чего не хватает для того чтобы под те люди которые сомневаются поняли что перемены неизбежны но сказать что конкретно нужно делать это довольно сложно то есть на данный момент я считаю что нужно просто что-то сделать потому что сейчас сложно оценить что правильно что не нужно делать или что неправильно это все со временем поймем поймем когда наконец добьемся свободы победы да тогда мы сможем уже трезво оценить кто в какой-то степени поступил правильно кто неправильно а теперь это сложно понять и про я считаю что просто нужно не сидеть сложа руки этого принципе достаточно теперь просто делайте что-нибудь и это будет важно понимаем дальнейшем опять можно с другой стороны подойти к этому вопросу и сказать тогда к и критически так они тоже что-то делать люди с других другой стороны баррикада не тоже не садят не сидят сложа руки но здесь можно подойти философски к этому вопросу что даже то что они делают это тем не менее придут приведет к нас к победе и к получению той свободы о которой мы мечтаем то есть здесь работают чисто физические правила сила и противодействие это неизбежно здесь по-другому никак не получится и всегда это было и будет сделайте просто что-нибудь этого я считаю достаточно спасибо дмитрий за беседу да я думаю что на сегодня мы закончим но надеюсь в ближайшие недели снова встретиться и когда у вас будет еще больше информации когда вы немножечко станет понятно что происходит с бытом вашим в вильнюсе думаю что мы еще разок поговорим да буду рад всегда общению и отвечать на вопросы рассказывать правду это не очень важно для меня да спасибо спасибо друзья но вы знаете что делать и лайки комментарии репосты делайте как сказал дмитрий делайте что-нибудь не оставайтесь равнодушными всем пока